Вот уже в 22-й раз в канун празднования Дня города в Центральной библиотеке состоялось открытие выставки «Радуга цветов». Этот конкурс объединил всех, кто по-настоящему любит цветы и природу, кто не остаётся равнодушным к тому, как выглядит территория рядом с домом, кто умеет своими руками создавать удивительные подделки. По традиции победителям в номинациях были вручены подарки, грамоты, сказаны слова благодарности. Говорилось, что интерес к выставке у жителей города и района достаточно высокий, и все участники продолжают удивлять и восхищать своими прекрасными творениями. В этом году в конкурсе «Радуга цветов» приняли участие более 70 человек, причём не только из нашего города и района, но и городов Приволжск, Тейково, Савино, Комсомольск. Вот это вот мои букеты. Я очень люблю цветы. Я в ДК участвую везде. Я хожу на хор, хожу с палками, занимаюсь, хожу на танцы, на физкультуру и очень люблю цветы. Вот я приехала в ЦСО, Центр социального обслуживания. Очень люблю цветы и всегда с детства ими занимаются. Сюда я приехала первый раз. Уже мы пофотографировались, на всё посмотрели. Очень гостеприимно. Вообще все цветы люблю. Начиная с весны и заканчивая осенью. Уже октябрины, там хризантемы. Вот сейчас пока еще хризантемы не цветут. Вот что осенний подарок мой. Социальные работники из города и соседних районов подготовили целый уголок. Из удивительной красоты букетов, подделок, выполненных своими руками. Работаю 30 лет, а это мое хобби. Ручная работа. Всё сделано руками своими. И цветы выращенные, которые тоже на городе. Я садовод, садовод-любитель. Свободное это работа и время. Стараемся делать, чтобы украсить немножко нашу жизнь, чтобы было поразнообразнее. И что-то бабушкам показать, подарить свои поделки. Я работаю в четвертом отделении. Наше отделение находится в селе Дуляпино, в сельской местности. Поэтому цветы и огород – это наше самое главное. Тоже люблю заниматься разведением цветов, теплицы, фрукты, овощи. А свободное от работы время делаем поделки. Ну вот главное – это бисер. Но оно мелко. Сейчас, конечно, сложновато, приходится в очках. Но это же очень красиво. Поэтому стараемся и не первый год участвуем в таком конкурсе. На протяжении всего мероприятия чувствовалась неповторимая яркая, радостная атмосфера праздника. Украшением было выступление танцевального коллектива «Вдохновение», вокального дуэта в составе Екатерины Заниной и Екатерины Рыжаковой, Хромцовского дома культуры, Надежды Шошиной из Погоста, солисток вокального коллектива «Русь». Со стихотворением Константина Бальмонта из цикла «Фейные сказки» выступила Анна Разгулова. Сотрудники библиотеки выразили благодарность всем, кто принял участие в конкурсе «Радуга цветов» и выразили надежду, что интерес к такому красочному мероприятию не угаснет в сердцах жителей города и района.